Я был недоволен Агонией, я собой был недоволен, имея прекрасный материал сложнейший, имея прекрасную группу исполнителей, композиторов Великого Шнитки, и операторов, и художников, и актеров. Мне казалось, что я не справился с этими сложными сверхсостояниями, которые там надо было исследовать, я был еще не готов. Это у меня возник комплекс неполноценности, и я мечтал, как говорится, найти материал и реабилитироваться в собственных глазах просто. Хотя многим нравится этот фильм, а я вот так критически к нему отнесся и отношусь. Не обладал еще я вот мастерством. Вот, например, сцена, когда рухнувший Распутин валяется в этой луже, самоуничижается специально, ну, такая брахтовская, в общем, сцена. Чтобы идти под Барановича, когда-то... Баранович, да. И потом таинственным образом появляется в спальне царя, вот, и царь перед этим ведет разговор, что его все надо удалять и так далее, на него давили очень сильно на царя. Вот, и вдруг появляется Распутин. И вот что-то должно было произойти в его поведении, в его самочувствии, в его излучении, чтобы эти люди, которые вот настроены уже против него, вдруг сломались, и что там и происходит, в общем, они сломались. Но это надо было актерски сделать. А я настругал, там птички летают, значит, купола падают и так далее, и так далее. Вот в таком смысле я с собой недоволен. Фильм был сдан в апреле 75-го. Я приехал потом уже в Швецию, и там познакомился Свен Ньюквист, оператор Бергмана. Ну, не только Бергмана, и Старковским, он вот жертвоприношение снимал его. И он пригласил меня пообедать в какой-то артистический ресторанчик, ну, с переводчицей, естественно. Вот, и он говорит, вы знаете ли, вот мы посмотрели здесь в Швеции, значит, агонию с Бергманом. Бергман вышел и сказал, вот если бы давали Нобелевскую премию за кино, я бы выставил. Это первый комплимент, серьезный. Второй комплимент Курасава, когда снимал Дирсу в золу здесь, вот на этой студии, да. Фильм уже запрещен был, показывать нельзя было. Но он попросил, значит, ему в первом зале там зарядили, там три человека было, его сопровождающие лица, меня не было. Вот практически в этом пустом зале он посмотрел агонию. Курасава встал, свет зажегся. Он встал и пять минут демонстративно аплодировал.